За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения. На Луганском направлении боевики открывали огонь 10 раз. При этом тяжелые вооружения не применяли. На Донецком участке линии соприкосновения противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. При этом в одном случае враг использовал минометы. На Мариупольском направлении 23 обстрела позицию украинских войск. В одном случае использовали запрещенные вооружения. Президент Украины Петр Порошенко отправился с официальным визитом в Эстонию. Там украинский лидер проведет встречу один на один с эстонской коллегой Керсти Калюлайт, премьер-министром Джюри Ратасом и спикером парламента Эстонии. Кроме того, пройдут переговоры делегаций под председательством обоих президентов. Также Петр Порошенко встретится с представителями украинской общины страны. Правительство Украины до конца года сформирует службу финансовых расследований. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на форуме «Экономическое развитие регионов. Стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала». «Заберем повноважение экономического контроля от податковой милиции, которая будет ликвидирована, от СБУ, от Экономической службы национальной полиции, Министерства внутренних дел. Уже есть позиция Министра внутренних дел про то, что он готовит эту функцию передать. Это очень хороший сигнал. Таким образом, чтобы мы создали нормальную систему контроля в государстве, а не тотальную систему тиску. Это у нас осталось вид радянских чисел». Миллион триста тысяч граждан Украины получили в прошлом году приглашение на временную работу в Польше. В 2015-м таких документов выдали 762 тысячи. Об этом сообщили в Министерстве по делам семьи, труда и соцполитики Польши. Также возросло и количество выданных разрешений на постоянную работу. В 2016-м их получили 125 тысяч украинцев. Годом ранее таких было лишь 50 тысяч. При этом в Министерстве отмечают, что реальное количество работников может отличаться от числа выданных приглашений. В частности, потому что многие могли получить не одно приглашение, а некоторые претенденты могли не получить визу или не визжали на территорию Польши. Крупнейшая в мире миграция людей началась в Китае. Приближается Новый год по лунному календарю. А это означает, что работающие вдали от дома китайцы спешат воссоединиться с семьей. Традиция праздновать Новый год вместе уходит корнями вглубь веков. Однако поездка домой в эти дни превращается в настоящий подвиг. Вокзалы и аэропорты переполнены за билетами огромные очереди. Каждый год народу много, но я привык. Столько людей в праздничный сезон. Но я все же должен вернуться домой. Поездка домой в этот праздник всегда вот такая. И я, в общем-то, доволен, если билет у меня в кармане. Период внутренней миграции продлится 40 дней до 21 февраля. Ожидается, что китайцы совершат почти 3 миллиарда поездок на всех видах транспорта, в том числе на железнодорожном. На поезда куплены больше 9 миллионов билетов. Новый год по лунному календарю – главный и самый длинный праздничный период в Китае. В этот раз сам праздник выпадает на 28 января. Отмечать его будут две недели. Китайцы собираются семьями на ужин воссоединения. Согласно традиции, новогодний праздник считается лучшим временем для примирения, прощения обид и пожелания всем счастья. Новый год по лунному календарю в Китае также называют праздником весны.